Значит, пока у меня под варивается мой чаёк, так скажем, дымится пока, мне поступил заказик, заказик, сделать вот на эту вот саблю, как говорится, на клинок, на эту вот рукоятку, эх, господи, всё из рук вальца, сделать, не меняя её, в принципе, конфигурации, что там как есть, немножко доработать, но без фанатизма. Сделать, значит, показываю. Вот такую сабельку, вот такую, ну, понятно, тут понятно, вот такую вот рукоятку, пистолетного типа. Значит, ну что, немножко тут я посидел, снял чертежи, примерно по размерам человека, который меня это просил сделать, вот оно, значит, само перекрестие, но оно больше. Значит, потом я долго думал, думаю, ну, скорее всего, здоровато. Действительно, оно оказалось здоровато. Нюанс в том, что вот эти вот плечи, вылет, слишком большой. Мы укоротили на сантиметрах, и я из пластилина сделал вот такую вот модельку. Вот такую модельку, быстренько слепил. Вот, примерно вот так-то оно получилось. Вот, сначала слепил ему, вот, видите, кусок был, она была длинная, длинная, то есть 20 сантиметров, 10 в плечо, одно 10, в одну сторону 10, в другую сторону, от центра. Вот, и потом он пришел, мы посмотрели, решили по сантиметру убрать, то есть на сантиметр я сократил. И тогда она встала уже, в принципе, очень даже ничего. Сейчас я продемонстрирую это. Ничего. Ну что, пластилин, господи, модель. Вот, так вот. Вот так вот. Будет выглядеть в конечном результате. Чуть-чуть пластилин повело. Ну, ладно. Это так пока. А-ля пробный вариант. Вот. Как я думаю ее делать? У меня есть, конечно, кусок 25 металла толщиной 25, но из него я просто умаюсь, народ, все это снимать. То есть, вы представляете, вот здесь вот мне все это сужать, вот в этой области. Потому что здесь вот она толстая, а здесь тонкая. Вот. Кусочек отвалился, но бывает. Ладно. И так. Вот. И что я решил? Колхозить я буду, значит, а я буду колхозить никак иначе, потому что все оружейники, когда увидят такое, скажут, о-о-о-о, какой ты нахрен мастер в жопу. А я скажу, что я не мастер, ребят. Я далеко не мастер. И не претендую на позицию мастера. Я любитель. Любитель. То есть, я могу попробовать что-то сделать. И мне нравится ковыряться. Я люблю этим заниматься. Вот от этого и слово любитель. Так что можно меня судить там строго, хейтить и всевозможные там гадости на меня писать. Мне, в принципе, все равно. Как бы и критику я здравую обязательно послушаю, приму к сведению все. Ну, как я решил выходить из этой ситуации? Такой кусочек листа у меня есть. Этот кусочек листа у меня толщиной, сейчас скажу точно, сколько. Так, кусочек листа толщиной у меня 11,5 миллиметров. Суть да дело, вот эта толщина вообще, он написал 11,2. У меня 11,5. Но после того, как он посмотрел, он сказал, десяточки будет достаточно. То есть, толщины вот этой пластины будет достаточно более чем. Я, наверное, что сейчас сделаю? Это сейчас пока теоретическая часть, я прикидываю, думаю, как это вообще осуществить и реализовать. Вот так вот, наверное, делаю раз-два. То есть, прикладываю, выпиливаю вот эти два крыла из этой вот. То есть, делаю вот эту форму, придаю капли, капельки вот этой вот, капельки. И дохожу до сюда. А центр будет квадрат. Ну, квадрат чуть-чуть сведенный, ну, на овал. Немножко сточу его, как бы, на овал. А потом поставлю вот, значит, вот эти вот плечики к нему и приварю. И потом все обточу. Ну, это, я думаю, вы в процесс весь сам увидите, потом оцените. Зашлифую, и оно будет как единый целый монолитный, монолитная вот вещь. Вот. И уже в дальнейшем буду накладывать вот эти вот крылышки, да, то есть, ограничители, улавливатели, как их там по-всякому называют. Вот. И вот так я должен прийти вот к такой форме. Вот к такой форме ручки. Так, сейчас, в принципе, немножко рассказал. Такой краткий экскурс. Вот. Ну, что у меня получится, смотрите дальше. В принципе, начинаем. Добрый день. Ну, спасибо. Да. 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 Дмитрий. Да. Да. В общем, вот это уже. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 ее вот здесь вот выломает рано или поздно и только на третий раз когда я уже подогнал к ножнам чтобы в ножнах она сидела ровно смотрелась ровно и красиво вот тут вот только тогда я смог подогнать третью ручку сделать так как надо это все равно еще сейчас небольшая подгонка тут потребуется плюс потом заклепывание в двух местах и уже склейка ее чуть-чуть есть небольшой люфт почему потому что две половинки сейчас пока еще между собой не соединены то есть нет жесткости немножечко такой вот легкий легкий люфт есть ну вот суть промахался с значит с рукояткой наверное два вечера все никак не мог подогнать наконец-то все вроде срослось сейчас буду заниматься именно уже можно значит я склеил именно полировкой этих частей всех и уже все потом в дальнейшем сборка сборка самой сабли и останется только ножны ножны это что мне блямбы поставить и стаканчик в принципе все ну вот смотрите дальше я просто показать сколько времени не уходит так как я не мастер любитель так как я колхожу как я и начале ролика сказал да это колхоз и вот такой колхоз будет в принципе смотрим дальше и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 так ну а теперь выхожу на полировку всего этого и уже потом покажу что получилось ну что ж закончил я очередной свой колхоз значит сабелька вот она на так какой я сделал клинок немой мои ножны перекрестия как говорится яблоко ну жопка рукоять что получилось заколхозил я вот ее творение и вот так лучше как экспозиционер это ставит вот так так что получилось вот такая вот коляска такого типа сабли закончил саблю на семнаху вот по мотивам восточная сабля значит снизу постараюсь приложить фотографии почем я делал по какому источнику и да тут на вот этих вот бляшках вязь иракская иранская не знаю какая точно но относится на к мусульманскому миру богатая сабля на самом деле значит вязь у нее чеканка идет золотом сделано тут также на самой сабли но по мотивам вот на самой вот здесь вот перекрестие тоже идет богатое украшение и здесь тоже но так как у меня нет возможности делать такие вещи чеканить и на это уходит очень много времени я сделал по заказу то есть человек попросил а еще здесь не да не да ну как это не хватает но опять не мне было у нас возможности вставить костяные такие накладки на рукоять вот сюда с одной стороны и с другой стороны вот не то что не было возможности это очень долго времени занимает и я пока не хочу осваивать это искусство как чеканка дорогое удовольствие вот сделал такого типа саблю ну заказчик попросил я сделал в принципе все колхоз готов очередной мой колхоз готов вот 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 Продолжение следует...